Ну что ж, всем доброго времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на игре. Команды United Power и команды на таргет. Мы будем смотреть Best of 1 и за команду на таргет. Играет Mirx, Chupac, Jam, Sandy, Fantic и Space.pro. А за United Power White, The Unreal, Karski, Beatle, Hand и Luka Moria. Ну что ж, поехали смотреть первую пистолетку. Агрессивный выпад на точку аут игроков атаки. Ну и Mirx, чувак, отстреливает первого игрока. Beatle погибает у нас как раз в мейне. Ну и есть информация о том, что это уже будет выпад на точку аут. Перестрелок, а Mirx, чувак, отстреливает два фрага уже в этом раунде. Пытается перестреляться еще. Нет, хэд. Один фраг, хэд. Два фрага сделал хэд. При выпаде джем. Неплохо действует джем, джем. Нормально. Нормально, игроки Дефенса все-таки погибли у нас. Но, как видите, не часто обновляются хэлсбары, поэтому с количеством здоровья могут быть проблемы. Но будем стараться все-таки, чтобы их не возникало. Законтан таргет ушла первая пистолетка. Это 1-0 на карте Дайнюк. Ну что ж, посмотрим. Нет у нас просто хэлтв сервера, так сказать. Не смогли мы к нему приконнектиться. И будем смотреть уже непосредственно с хэлтв... Ой, сервера точнее. Да, такие дела. Даже нам виды карты сверху не все отображаются. Да, такие дела. Мирекс, чувак. Отстрелил от Битли. Опять же, вот пропускаю я его фраги. Выпад Мирекс, чувак. Ничто ж, неплохо разбираться с АКМом, просто уничтожая игроков Дефенса. Ну и теперь есть информация о Мирексе, где находится один игрок. Он видел его модельку. Вайт, в свою очередь, неплохо действует. Неплохо, однако. Но всего лишь два фрага пока в его исполнении. Посмотрим дальше, что будет. Он один, да. Один игрок, Фантик, отстреливает Вайта и команда на таргет. Забирает в свою копилку второй раунд. Все по дефу. Еще один и будет, в принципе, дефолт, да. Три взятых раунда после взятой пистолетки подряд. Ну хорошо, 2-0. И этот пауэр я уже, по-моему, раньше смотрел этих игроков, так же, как и на таргет. Ну, всех, по-моему, даже я реально смотрел. Вот такие дела. Ну что ж, на инсайде располагается, опять же, Мирекс делает свой гениальный выпуск. От на точку А. Ну и что, пытаются устанавливать пачку. Плэнт не установлен, Мирекс. Отлично действует. Лукомория погибает. Сэнди отстреливает Хэда. Ну и не брали форсбай, как я понимаю. У нас игроки дефенс и остаются уже вдвоем. Это Вайт и Зеанреал Карский. Спецпром. Минус Вайт. Последний игрок Карский. Карский выведет ли ган? Да, ган выведет. Еще один фраг Карский. Ну, неплохо. Два фрага в его исполнении. 56 хп в сумме остается у него. Вау, Мирекс. Ну, просто забожил. Просто забожил. С таким пингом, конечно, можно играть. Можно отвешивать такие головы. Но пока он свою команду уверенно ведет к победе. 3-0. 3-0. И посмотрим все-таки, как будут располагаться игроки дефенса. Я вот опять же повторюсь. Вот видите, как пропадают одни, появляются другие. Но это все из-за того, что нет хелтовей сервера. Так как хелтовей мы для стримеров и настроены. А тут сервер, конечно, не воспринимает хелсбары. Ладно. АВП принимает закрытую. АВП Уайта. Пропускает молотом во плюс флешка прямиком в лицо. Шикарно. Парень белый отсиживается на почти респауне. Промах от него. Пытался дернуть. Так не вышло. 3-4 хп остается у этого парня. Хед справляется с пес-про. Джем. Отстреливает хеда. Моментальный. Размен. Моментальнейший. Просто карский с АВП. Ну что. Вся надежда на двоих игроков. А тут вблизи уже. В непосредственной близости отсиживается один из игроков дефенса. Который сможет сделать выпад на Джема. Мерекс пытается делать свои прострелы. Джем. Минус Битли. Битли погибает. Джем. Два фрага от него. Парень творит чудеса. Джем. Хо-хо. Ну что. Прием на уровне. Последний игрок. Там АВП. АВП в нычке. Андреал Карский. Ну. Справился. Справился. 14 хп остается у Андреал Карского. Не знаю на что он будет способен. Давайте посмотрим. У него АВП. 1. В 1. Ситуация. По-моему сейчас должен действовать получше все-таки. Мерекс. Да. Забирает Мерекс. Чубак. За Андреал Карского. Четвертый раунд. Забирает команда на таргет. Ну что ж. Неплохо. Ребята. Начинают все-таки. Доминировать на карте. И вот при том. Что самое интересное. Это атака. Ну это атака. Карта. Как на меня. Так очень дисбалансная. Из-за атаку. Видите. Действует просто. Идеально у нас команда на таргет. Хорошо. Выпад. Мерекс. Будет делать открывание. Опять Мерекс. Смотрим за ним. Ну. Выпад сделал. Хорошо. На ЕС. Один игрок. Там Сэнди. Хелпует. Как вы видите. Тут масса игроков. За контроль. Ли-ли-ли. Этого игрока. Так. Карский. Одноголван. Джем погибает. Дальше все. Какой-то пролаганный парень. Спец про. Неплохо. Моментальный размен. Через стены. И что ж. Уайт. Битли. Остаются. И Лукоморья. Так. Один. Два. Вау. Парень. Где это? Ага. Мг. Интересно. Стоял просто в планете. Раскидал две головы. Дальше на третьего. Но тут Мирекс. Его не так-то просто убить. Да. Это уже очевидно. Парень делает несколько хороших минусов. И... Да. Мирекс. Чупак. Отстреливает Битли. Последнего игрока. Дефенса. Пятый по дефолту. Зана Таргет. 5-0. Но это был экономический раунд. Да. Как вы прекрасно понимаете. У команды Юнтед Пауэр. Так что. Еще. Еще только начало. Да. Как говорится. С обеих сторон. Интересно. Вообще так смотреть. Конечно. По карте. Где они. Где другие находятся. Но. Все-таки по улице. Разыгрывают игроки. Спес. 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 Чувак. Сори. Если как-то неправильно. Чуть произношу. Бывает. С АВП. Сделал один фраг. Реализовал. Бывает. Также довольно неплохо играет. Джем. Смаки. Неплохо. Нащупал Битли. Отстреливает его. На девятке. Есть информация по. Зенре Алкарскому. Но. Будет ли на него выпад. С. Забирает. Опять же. Мирекс. Щупак. Джем. И Фантик. Остаются. Втроем. Джем погибает. Мирекс. Действует безупречно. Опять он стоит 1. Не идет игра у него тиммейтов. А пока что этот чувак. Все-таки действует очень-очень хорошо. Конечно. По скрипу была информация. Забрали. Своего тиммейта. Ждет. Поджидает. Мирекс. Один. Есть. Хорошо. Два в сумме. В этом раунде. О. Просто жесть. И я не знаю, что он творит. Но просто пацаны стали, конечно, друг за другом. И отстрелить их было крайне легко. И парень с этим справился. Безупречно. 6-0. В пользу команды на таргет. Да. Но тут, по-моему, на минус мораль уже проседает нас команда Юнитед Пауэр. Ну и сейчас все будет зависеть от этого раунда. Если же не берут, то, понятное дело, следующий экономический. И будет все очень прискорно. Мирекс. Мирекс. Очередной ОПН. Выпад флеш-гамината. Парень. В лову сидит. Там джем. Лукомория забирает на радио два игрока. Хэд. Моментальный размен должен был происходить. Но Хэд справился. Отошел. Но ненадолго. А Сэнди не дает ему выжить дольше, чем надо. Ну что ж. Лукомория. Последний из игроков Дефенса. Один против... Двоих. Да. Один против даже троих. Дико извиняюсь. Сэнди устанавливал Плэнт. Один в три. Лукомория. Или нет. Лукомория. Я не знаю, честно, как правильно. Но, по-моему, Лукомория. Ну, будет Лукомория. Окей. Поломаем язык чуть-чуть. Дай себе. Ну, сделаем. Все. Хорошо. Смотрим. 7-0. Команда на тарге. Доминирует дальше. Продолжает. Это фаст раунд на рампы. Ну и что? Флешка. Хая граната. Выпад. Выпад от Джема. Джем не контролит позицию. Он за еще. Был же ж парень. Да. Сэнди отстреливает Хая. Вилка занята. Вилка занята. Сэнди справляется еще с игроком под девяткой. И погибает один за одним. Мирекс также вставляет, как обычно, сюда свой свинец, так сказать. Да, фирменный. И ставит несколько головошотов. Дальше. Мирекс. Еще голова Анриал Карскому. И, ну, Лурка Моря долго не прожил, конечно. Мирекс его по-быстрому узбогоил. Восьмой раунд для команды на таргет. 8-0. И Юниты Пауэр явно уже просели. Явно просели. Это видно невооруженным глазом. Видите фраг статистику. 19-2. Идет Мирекс Чупак. Ну и пока это все, чем могут похвастаться, так сказать, команда на таргет. Есть, конечно, свои кадры. Почему? Вот только один фантик как-то с спесом не очень заметный. Джем и фантик по фрагам. МП-5. Вот просто тоже тотальное уничтожение команды. Юниты Пауэр раунд завершен, как вы видите, буквально за 20 секунд. Но это я не знаю. Это Карвадол. Конечно, тащат. В каждом раунде вся команда игроков атаки делает по одному фрагу. Ну, практически вся. Ну и вот такие вот дела. Ну что ж, спес будет играть открывающего на улице. Как я понимаю, за ним продвигается его бригада. Джем и Сэнди. Ну и смотрим. Спес.про. Угу. По мейну есть инфа. Должна быть, по крайней мере. Там было, конечно, слышно. Продвижение уже просто-напросто. Аркадий, тут спину у Джем. Видел. Видел Джем, но Уайт-то не очень быстро увидел. Уайт. Отлично. На две головы. И вместе с Битли. На пару. Ну что ж, неужели первый раунд свой возьмут Юнитед Пауэр? Посмотрим, конечно, как будет дальше. Ммм. Шансы есть на взятие раунда. Это очевидно. На улице. Спес.про. Амирекс.чупак. 60 хп. Ну, откликают хай-гранаты. Вы сами слышите эти звуки. Ну, обычно у нас их на хеллтв, конечно же, не бывает. А? На сервере. Тут все как вживую, знаете. Только есть хеллсбары, за которыми вот реально можно наблюдать. Как видели, игрок на девятке находится у игроков в дефенса. Ну, и вот такие дела. Спес сейчас будет сделать выпад, как раз таки, на своего оппонента в мейне. Плюс девятка, плюс мейн. Ну, реально, в растерянности уже парень находится. Прострел желтый на инсайде, парень. Андрей Алкарский. Забирает опасного игрока, как на меня. Команды на таргет. И две головы от спеса. Очень здорово. Девятка. Девятку. Вот убивай девятку. Считай, раунд взят. Нет. Нет. Ну, 41 хп, 58 у Хайда. Я думаю, он бы справился с ними. Но, как вы видите, не все так хорошо и гладко. Ну что ж, первый взятый заслуженный раунд. Тут ничего не скажешь, конечно. За команду Юнитед Пауэр. Битли с Уайтом и Анреал Карским. И, по-моему, разобрались все-таки втроем. Два фрага от Анреал Карского. Красава. Дает, так сказать, плюс моральки своей команде. Один на мейне. Фантик, прожим, спрей бога. Минус лурка моря. Джем справляет с Хейдом. Ну что ж, на улице. На улице. Джем. Еще. Да ладно. Ну, парень разбирается теперь в одиночестве в этом раунде. Парень на девяти. Битли зря открылся. Знаю, что есть там один из игроков. Команда атаки. 73 хп остается у Анреал Карского. Радио. Прострел радио. Минус спец. Ну, как-то по дефолту сидел. Ну, и тут без комментариев. Мирекс, Чупак, как всегда, на высоте. Десятый раунд. За командой на таргет. Десять. Один. Парни просто бегают. Реально играют фаст раунды. Банальные фаст раунды. Вот, как видите, приносят свои очень хорошие такие плоды. И вот атака, ну, я не знаю, просто уничтожает. Тотально доминирует на карте. И, конечно, шансов на взятие было довольно-таки маловато. Так, по улице. Мирекс, Чупак. Действует в одиночестве. Спец. Выпад на опен. Один фраг. Сэнди. Ну, тут Битли. Битли. Братан. Дигл. Дигл машина не выходит. К сожалению, да. Даже, по-моему, дэмэдж особо так не нанес. От ХАЕ. Флешка в лицо. Два ХП. Просто белый. Как-то непривычно, да, смотреть вот такие стрим-трансляции, где вот вы наблюдаете, что парень белый. На ХЛТВ, конечно, это не видно. Но, опять же. Так, поджидает Мирекс. На колесе парень. Минусует Битли. Ну, и последний. Андрей Алкарский. Один. Девять. Десятий счет против четверых игроков атаки. Ну, понятное дело, уже знают, где он находится. А ему никуда отсюда не деться. Фандик, да ладно. Ну, отличный голова-шот отвесил с дигла. Буквально ван-шот. И надо было заграться. Три единицы. Одиннадцать один. Двадцать два на четыре. За сыгранных двенадцати раундов у Мирекс Чупак. Шестнадцать к восьми джем. Ну, и там уже поменьше парня. Но Юнитед Пауэр пока реально заметно. Только Уайт, Андрей Алкарский и Хэйд. Это все. Так, опять. Какие глупые ошибки допускает. Особенно Лурка Мори. Он практически всегда погибает в мейне. Он не может сдержать там игроков атаки. Ну, а теперь Уайт. Смотрим за Уайтом. Есть Фамас. Будет пытаться смотреть желтый. Так, в желтом есть чувак. Один. Отлично. Минус Фантик. И еще Галамир Эксу. Андрей Алкарский справляется. Посмотрите-ка. Пока действует вдвоем. Очень-очень здорово. И, по-моему, это один в один. Да, один в один. И вот, вы видите, да, один в кишке находится. Мансует. В каналах, чтобы знать, где будет установлен плент или что-то в этом роде. Но плента на руках все-таки нет у нас у спеса. Будет разыграть под девятку. Не шумит. Хорошо. Можно будет убить даже. Ай, Уайт. За неудобную позицию в желтом. Все. Плент у него. Будет отсиживаться на инсайде. А просто спес.про поджидает своего оппонента. Анекдотичная ситуация такая получается. Один туда, другой в другую сторону. Как-то не могут они никак встретиться. Может, что-то вот сейчас произойдет. И парни нащупают друг друга. Так, все. По-моему, слышал, что топает уже, конечно, спес.про. Ну, позиция у Уайта, конечно, была получше. Спрей 20 хп остается. Но второй взятый раунд для команды Юнитед Пауэр. 2.11. В этот раз фаст раунд на оппон. Прошел не так успешно, как хотелось бы. Но все-таки. 11-2 на таргет. Взяли свои 11 раундов. Я думаю, им уже это вполне хватит для того, чтобы комфортно себя почувствовать, играя за сторону дефенса. Смотрим. Опять же, занимает мейн у нас, по-моему, Уайт. И Луркамори. Луркамори. Ой, господи. Это просто беда. Мирекс Чупак отстреливает его. Дальше спес.про пытается насканировать стену, так сказать. Да? Ну и что ж. На улице один из игроков. Занимает у нас позицию за красным. Ну и поджидает его Уайт. 100 хп Уайт. Там ситуация... Уже один. Уже один. Было 2 в 3. Осталось один. 3 это спес.про. 49 хп. Ну, сэвить, конечно, я думаю, уже не вариант. Так как денег реально очень много у команды на таргет. И все. О, здорово. Здорово, Мирекс. Мирекс Чупак. Всем бы такие никнеймы, чтобы произносились хорошо, на язык ложились бы. Ну да ладно. 11-2. Ну и, скорее всего, будет третий раунд, взятый для Юнитед Пауэр. Молодцы. Собрались. Может, под конец 4 заберут, а там за атаку поборятся. И будут так же само божить, к примеру, как Мирекс, да? Как Мирекс Чупак просто разыгрывает всю команду Дефенса. Спес.про. Один фраг сделал, но Битлим контролировал ситуацию. Третий раунд взятый для команды Дефенса. 3-11. Завершающий раунд первой половины. По преимуществу, я думаю, тут говорить даже и не стоит. 24-6. 16-10. 11-9. Ну и 9-8. 5-9. Это атака от Дефенс. Максимум-то 14 фрагов у Уайта. Янре Алкарский. Также 11. 13. Ну а Битли и Луркомория парни как будто бы просто не играют. Или не могут ничего показать достойного команде на таргет. Ну что ж, смотрим. Прострел от АВП от Мирекса. Нет попадания, как я понимаю, да. Ну и там, в принципе, никого нету. Так, АВП. АВП отходит. Хорошо. Всё. Мирекс Чупак не пытается продвигаться по рампам. 35 хп порцию свинца. Получил спецпро. Ну, Плэнт бы я бы на его месте скинул, если он собирается делать жёсткий выпад. Луркомория играет просто закрыт у Битли. А где Битли? Опа! Битли просто сыграл на мышу. Дико извиняюсь. Но обошёл спину по аутсайду, по улице парень. Спокойно обошёл и забрал двоих в спину. А мог всех забирать Сэнди. Отлично. Голан Риалкарскому. И даже нет попадания по Сэнди. Но всё-таки это выпад на точку. Аплэнт будет выпадать у Сэнди. Красава. Красава. Увидел. Как раз хейда была. Видно моделька. Уайт. Отлично. Голова Мирекс. Чупак. Сдеглан. Ну и теперь что? Стоится один спец.про. Да. Один игрок, которого Уайт подлавливает. 4-11 на таргет. Забрали в свою копилку. 11 раундов при первой половине. Но теперь наблюдаем за второй. 11-4 лайфрестарты. Лайфрестарты второй половины. Сегодняшние катки. Бест оф один, напомню, будет сегодня. Ну и что ж. Мы продолжаем. Принципиально важная пистолетка для атаки. Посмотрим, как они её будут разыгрывать. И я так понимаю, могут всё-таки попробовать на опен выйти. Респаун-то получше. Особенно у Андреал Карского. Если не будет тупить. И вот, в принципе, по фаст раунду зайдёт. Что он и делает. Вау. Парень завис. Подвис. И теперь, конечно, потерял респаун. Выпада делать. Особого смысла нет. Лурка моря. Один фраг. Это выпад на рампы. Тут спецпро будет принимать. Перезарядка. Хорошо. Ой, отлично. Спец. Убивать плент. Один. Один фраг. Но Лурка моря с Битли вдвоём разбирается. Так. Фантик. Прожим. Прожим с Юспи. Прямиком в голову Андреал Карскому. Ну и что ж. Мирекс Чупак. Не пропускает Лурка моря на плент Б. На вилке подлавливает своего оппонента. Так. Битли. Последний игрок. 13 хп. Один. Против. Два их игроков Дефенса. Шансов, конечно, мало на взятие раунда. Но всё-таки это пистолетка. Не будем забывать. Тут можно один патрон обсунуть в голову. И парень просто отлетит. И в принципе там можно убить. Но. Таким образом. Команда на таргет. Забирает 12 раунд. В пользу своего коллектива. 12-4. Красавчики. Тут ничего не надо говорить. Просто, ну, молодцы. Пока у них всё получается. Я уже, честно говоря, не надеюсь на какой-то комбэк. Вот команда Юниты Пауэр. Возможен. Но, честно говоря, на карте Дэйнюк. Мне в этом чисто не верится. Ладно. Мирекс Чупак. Ай, Мирекс Чупак. А, он просто принимает краски выпад. И спец погибает. Выпад дальше. Лурка моря. Ну, уже 3 или 4 фрага в 2 раундах. Первой пистолетки и второй раунд, который сейчас мы наблюдаем. Сэнди. Неплохо действует на скрипте. Но парня за стенкой он, конечно же, не увидел. И нет информации по анриалкарскому. Ну, даже если на него пойдёт сейчас парень. Может, девайс выведет. Да. Выбитый девайс у Сэнди. Но тут ещё один парень-то был. Всё вниз. Хорошо. Вилка. Чисто. Ну, и спокойно. Установка плэмта. Один против двоих игроков. Это джем. И фантик. Ай, далеко ты не уйдёшь, дружище. Стрельба Берстома джема. Прямиком в голову. 13 раунд для команды на таргет. Боролся. Боролся. Но ничего. Ничего не смог сделать. 13-4, спрашивает парни, счёт. Таким вот образом. Ещё, наверное, не будет даже сейчас экономического у атаки. Давайте посмотрим, или будет. Да, всё-таки это экономический. Хоть плэм был поставлен, но и так. Говнобай, честно говоря. Один на КМ и один шприц. Вот шприц будет интересно. Уайт. Смотрим. Ангар. Смотрит. Чисто. Вроде бы чисто. В мейне. Интересная ситуация. Прямиком в голову. Сэнди погибает. Не смог реализовать свой девайс. Хэээ. Шикарный голомер. Икс Чупаку. Проход на нижний плэнд. Ну, и уже есть вся инфа. Спецпром. Отходит вниз. Будет, видимо, с вилки делать приём своих оппонентов. Смотрим. Смотрим за этим моментом. Ну, и атака всё-таки, как я понимаю, никуда не отходит. Продвигается вниз. Да. Таким образом просто выжидают. Джем. Джем под девяткой. Неплохо. Фантик погибает. От Нареал Карского. Джем. На аквариуме Джем. Делает три фрага. Приём. Ну, и что ж. Плэнд выпал. Интересно, что сделают два игрока. Это Уайт и Анриал Карский. В спину с вилки. Может убить игрока. Так, поджидает. Поджидает. Ай, тут просто лагает. Чувак. Спец. Отстреливает его. Минус четыре в раунде у Джема. При приёме аквариума. Молодец. Четырнадцать четыре. Два раунда делят от победы команды на таргет. И, по-моему, шансов у Юнитед Пауэр, конечно, нет. Да, при счёте ещё девять нол. Я понял, что их нету, в принципе. Без обид, парни. Но, видимо, либо карта не ваша. Либо соперники сегодня на две головы сильнее вас. Так, приём рампов будет, как я понимаю. Тут накинутый смок. Спрейт смок к нему не увидим. Нет фастраунда. Это просто парни шумят. Мирекс. Позиция дефолт. Мирекс. Щупак. Но с неё можно сделать несколько топовых фрагов. Принять жёлтую, к примеру, курятник этот самый. Так что... Всё, ещё впереди. Атака в растерянности. Не знаю, откуда заходить. Парни просто на айнсайде отсиживаются. И, как я понимаю, выбирают рампы. Так, а Мирекс. Ага. Мирекс. Видимо, в голову. Да, прямиком в голову парень либо в тёмный заходил, либо открылся. И, конечно, Мирекс такое не прощает. Уайт. Поджидает. Уайт. Поджидает. Уайт просто... Таким образом. Так, поджим жёлтой. Поджим жёлтой. Уайт справляется с Сэнди. Дигл. Дигл. Плэнта устанавливается. Плэнта устанавливается. Джем. Шикарные две головы. Анриал Карский. Последний игрок. Один против пятерых игроков. Анриал Карский. Приём. Правой кишки. Но левый уже не смог принять. И это всё-таки пятнадцатый раунд для Дефенса. Ну что ж, наслаждайтесь, парни. Возможно, это последний раунд, который мы наблюдаем. И, конечно, на таргет в этом матче проявили себя очень и очень здорово. Доминация прошла у них вполне успешно. Поэтому они эту победу явно заслужили. Переграв соперника на карте Денюк. Ну, скажем даже так, с разгромным счётом. Выход на рампы. Белый отсиживается от джем. Просто белый. Я уже сам охренел с того экрана. Как он там держится? Так, видел. Видел, видел голову. Стрельва бёрст. Джем. Минус хэд. Отстреливает его. Дальше битли. Один фраг есть. Приём бёрст. Бёрст. Нет, не успешно. Рукоморье. Отстреливает джем. А плэнт установлен. Неплохо. Где плэнт? А, плэнт внизу. Парень, минимум, пропрыгивал через кишку. Да. Именно так. Ну что ж. Сэнди. О нём информации нету. Так что он сейчас может нарешать довольно-таки неплохо. И один фраг. Один в один ситуация. А вот спина. А вот спина спалился. Уайт. Зачем? Зачем это было делать? Это ГГВП. 16-й взятый раунд для команды. На таргет. 16-4. Поздравляем с победой. Красавчики. Они её заслужили. Всем до скорых встреч. У микрофона был Андрей Кондрат. Подписывайтесь на социальные сети. Всем спасибо. И всем пока.